Здравствуйте, ферриканал СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. В регионе выявили еще 35 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб во борьбе с новой инфекцией. 10 человек выявлено в Сызрани, 9 в Тольятти, 7 в Новокуйбышевске, 6 в Самаре. По одному заболевшему обнаружено в Ставропольском, Камышлинском, Большечерниговском районах. 25 зараженных зарегистрировано в результате обследования контактных лиц. 8 в Сызрани, 6 в Новокуйбышевске, по 5 человек в Тольятти и в Самаре, 1 в Камышлинском районе. Трое прибыли из Москвы. 7 человек были обследованы на коронавирус диагнозом вне больничной пневмонии и ОРВИ. На данный момент в Самарской области в общей сложности 264 случая заражения коронавирусом. 26 человек вылечены и отправлены домой, двое скончались. Стоит отметить, что за прошедшие 24 часа врачами проведено 1962 исследования. За весь период более 35 тысяч. В Самару доставили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Новое оборудование поступило в областную клиническую больницу имени Середавина. Напомню, медучреждение сейчас принимает пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Аппараты ВЛ были закуплены на федеральные средства. Всего на оснащение самарских больниц из бюджета страны выделили 1 миллиард 200 миллионов рублей. На эти деньги, помимо аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретут также инфузоматы, мониторы пациентов и другое необходимое медицинское оборудование. Сегодня в регионе в соответствии с поручением президента России Владимира Путина продолжается мобилизация ресурсов для борьбы с COVID-19. Проводится развертывание дополнительного коечного фонда для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За счет средств федерального бюджета проводится подготовка дополнительных коек, включая модернизацию систем кислородоснабжения и энергоснабжения. Приобретение источников бесперебойного питания, оборудования, помещений, шлюзовой системы, устройства, площадок для обеззараживания санитарного автотранспорта. На сегодняшний день в больнице развернуто 400 реанимационных коек. Каждая кровать, каждое место обеспечено кислородом. Возле каждой кровати стоит аппарат искусственной вентиляции легких и также мониторы следящие, которые нам позволяют оценивать состояние жизненно важных функций органов пациента. Как я уже сказал, 400 аппаратов ИВЛ в больнице в настоящий момент имеется. Сегодня к нам поступило новое оборудование, которое закуплено за счет федеральных средств. И оборудование закуплено в рамках обновления существующего парка аппаратов ИВЛ в нашей больнице. Прилетевших в Самару туристов отправили на две недели в обсерватор. Наши земляки вернулись из Таиланда. Их сразу же отправили в Кенель-Черкасса. Они будут там находиться на карантине. Напомню, туда же доставили и жители региона, которые прибыли из Индонезии. Все они будут находиться под усиленным наблюдением врачей. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жителей Самарской области и не допустить распространения коронавируса. Поскольку прибывшие из-за границы находятся в группе риска и могут заразить окружающих. Также стоит отметить, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача страны, помещение в обсерватор обязательно для всех прибывших из-за границы людей. В Самарской области оштрафовали 91 нарушителя самоизоляции. За сутки полицейские выписали 53 штрафа. Еще 7 нарушителей поймали сотрудники транспортной полиции. 31 протокол составили чиновники органов муниципальной и исполнительной власти, пояснили в оперштабе. Штраф могут выписать за нарушение режима самоизоляции, который ввели из-за угрозы распространения коронавируса в регионе. Пока режим продлили до 30 апреля. При этом протокол могут составить и на тех жителей региона, которые ниоткуда не приехали. Штрафуют нарушителей по статье, в которой идет речь о нарушении режима повышенной готовности, который сейчас действует в Самарской области. Одно из обязательств, возложенное на жителей, это оставаться дома. Исключение. Обращение за экстренной медицинской помощью. Угроза жизни и здоровью. Следование на работу в случае наличия специального разрешения или в магазин. Выгол животных на расстоянии не более 100 метров. Вынос мусора. С наступлением тепла индекс самоизоляции в Стамаре стремительно стал ползти вниз. После полудня он едва достиг показателя в 1,6 баллов. Это значит, что на улице было очень много людей. Наши корреспонденты отправились в особенно людные места нашего города и спросили у прохожих. Так почему же вы не остались дома? Здравствуйте, а почему вы сегодня дома? Я говорю, в больницу спешу, извините, в салон. Потому что мы вышли прогуляться с детьми. А как сейчас самоизоляция? Ну, мы самоизолируемся потом. Как? Ну, сейчас погуляем и самоизолируемся. Считаете, можно уже гулять на улице? Я вообще считаю, что можно. Я в больницу ходила. Не боитесь вообще выходить на улицу? Ну, я в основном дома. Вот сейчас сшила из боли, сейчас присела, устала. Почему не дома? Вообще дома. Ну, вышли вон с руком немножко погулять. На полчасика всего. Не опасаетесь вообще выходить? Ну, как? Опасаемся, конечно. Но дома тоже тяжеловато сидеть. Невозможно дышать, нечем. Это первый фактор. А второй, над нами живут бешеные семьи. День и ночь громыхают они. А мне 82-й год. Я уже просто вышла немножко подышать. Здравствуйте. А почему вы сегодня не дома? Сдача донорской крови в период самоизоляции. Даже в это непростое время в медицинских учреждениях области для тяжело больных людей это крайне необходимо. Сейчас, конечно же, подобная процедура проходит с более строгими мерами предосторожности. О том, как ряды самарских доноров пополнили сотрудники полиции, расскажем в следующем сюжете. Ситуация с коронавирусом не отодвинула никуда другие заболевания. К сожалению, происходят серьезные аварии, травмы, тяжелые роды с кровопотерей. Кровь нужна также и онкобольным. Сейчас, по словам сотрудников Самарской областной клинической станции, переливание крови доноры нужны особо. И в это непростое время к благородному делу присоединились полицейские. Для Ирины Сулеймановой здесь все в новинку. Она очень волнуется. Но дело нужное. Я кровь сдаю впервые. Я отношусь очень положительно. Я буду счастлива, если моя кровь кому-нибудь поможет. Как отмечают сотрудники станции переливания крови, донорство для полицейских стало уже своего рода традицией. Люди в форме всегда откликаются. Даже в период самоизоляции. К тому же, с состоянием здоровья у них все гораздо строже. Профотбор и регулярные диспансеризации. Очень здорово, что наши сотрудники полиции приходят к нам. Всегда откликаются на все акции. Тем более, в данное карантинное время мы всегда рады видеть. Особенно сейчас. В обязательном порядке. Сначала человек должен сдать общий анализ крови из пальчика. Затем обязательно проходит термометрия у терапевта. Измерение артериального давления. И по всем этим показателям терапевт донорского отделения делает заключение, куда направить донора. На сдачу тромбоцитного концентрата, либо на сдачу крови. После забора крови медицинские работники поблагодарили всех доноров за сознательную гражданскую позицию. Каждый желающий может последовать примеру полицейских и вступить в ряды доноров. Для этого нужно достичь 18-летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний. Максим Остриков, Ирина Игнатьева, СТВ. Дачные переводки в Самаре стартуют только после снятия режима самоизоляции. Информация была озвучена на заседании регионального оперативного штаба. Автобусы выйдут в рейсы в том же объеме, что и в прошлом году. В настоящий момент эти автобусы, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, будут использоваться на городских маршрутах. Также стоит напомнить, что региональные власти разрешили поездки на дачу только на личном транспорте и в кругу семьи. Самая ценная и полезная информация для потребителей в рубрике «Ваши деньги» слово моей коллеги Екатерине Алексеевой. Центробанк впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до 5,5%. Таким образом, перешел к мягкой политике на фоне ожидаемого провала экономики из-за кризиса. Впрочем, специфика ситуации не дает повода ждать стандартного понижения ставок по вкладам и кредитам, считают эксперты. Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры ввели как во всем мире, так и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть, сообщили в Центробанке. А теперь расскажем о том, как изменились цены на прилавках нашего города. Так, заметнее всего, подорожал лук чуть больше, чем на 5 рублей за килограмм. Переписали ценник в сторону увеличения и на гречку. Она стала дороже почти на 4 рубля за килограмм. За сахар и муку также придется заплатить больше, чем на прошлой неделе, на 75 копеек по обеим позициям. А вот огурцы и помидоры, напротив, скинули в цене на 4,5 рубля и на 13 рублей соответственно. Мы поинтересовались у жителей нашего города. Заметили ли они изменения цен? Практически все подорожало. Молоко, сыпучие продукты. Да все подорожало. Рублей на 20. Не скажу сейчас с бухты барахта. Ну скоро хлеб, я знаю, подорожает. Еще что-то. Ну я, как сказать, везде разные цены, поэтому сложно так сразу. Ну нет, есть много гречек. То же самое взять. Она появилась в продаже, но она стала значительно дороже. Но многие товары подорожали. На мой взгляд подорожало. Молочные продукты, крупы, мука. Насчет остальных продуктов не могу сказать. Подорожало. Ну молоко, яйца подорожали. Вот. Сильно подорожала продукция колбасная, сосиски. Масло сливочное – это вообще просто космос уже. То есть чтобы нормальное масло купить, это за 100 рублей и выше. У меня на этом все. Берегите ваши деньги. Появилось новое расписание переправы до Рождествена. График движения омиков изменился. Из Самары суда будут ходить с 7 утра до 7 часов вечера. От Рождествена с 6 утра до 6 вечера. При этом на проран омик должен заходить дважды в день. В 7 часов утра и в 5 часов вечера. Речники отмечают, что расписание может меняться из-за ухудшения погодных условий. Военные комиссариаты начнут работать по весеннему призыву с 6 мая. Прием будущих военнослужащих будет вестись с соблюдением мер предосторожности. Военкоматы обеспечили защитными медицинскими масками. Также с целью создания безопасных условий закуплены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств. В зданиях и на прилегающих территориях военных комиссариатов. А также в помещениях проводится санитарная обработка. Напомню, весенний призыв продлится до 15 июля. На входе развернуты медицинские посты. Те призывники, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки остро-респираторной вирусной инфекции, в здания допускаться не будут. Будут усилены режимы обеззараживания помещений. К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. Космический старт приуроченных 75-летию Победы. Самарские двигатели завода «Кузнецов» вывели на орбиту Земли ракету космического назначения «Союз-2.1А» с грузовым транспортным кораблем «Прогресса МС-14». Старт состоялся с космодрома Байконур. Ракетные двигатели, установленные на первой и второй ступенях носителя, отработали штатно. Специалисты и рабочие из завода «Кузнецов» обеспечили уже шестой в этом году старт ракеты космического назначения типа «Союз». Заводчане приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корабль доставил на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов. Топливо, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, одежду, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Пожары на бывшем химическом производстве в Тольятти на территории завода «Фосфор» загорелись залежи фосфорного шлама. Это отходы, остающиеся от сырья после того, как оттуда извлекли большую часть необходимого вещества. Дым от пожара распространился на большой территории. Причины возгорания сейчас выясняют. Пожар был локализован силами 14 человек при помощи 5 единиц техники через 3 часа. Гибель в ДТП на трассе «Самара-Волгоград» водитель на высокой скорости врезался в столб. Шансов выжить у него не было. И еще два ДТП, в которых пострадали люди в результате превышения скорости. Об этом в обзоре происшествий. Погиб в ДТП. Трагедия произошла на трассе «Самара-Волгоград». Водитель «Хюндая» в районе поселка Самарский ехал на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте. Для того, чтобы извлечь тело из машины, потребовалось оборудование спасателей. Авария с пострадавшим в Похвестневском районе. Молодой человек, 2001 года рождения, на автомобиле «Шевроле» ехал по автодороге Похвестнево-Сосновка. Он превысил скорость, не справился с рулевым управлением и слетел в кювет, где машина опрокинулась. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. Две дорогие иномарки не поделили дорогу в Сызрани на улице Астраханской. Столкнулись БМВ и Тойота Лэнд Крузер. За рулем детища немецкого автопрома был 32-летний мужчина. Он ехал на большой скорости и не успел среагировать на то, что японская иномарка впереди начала поворачивать. В результате произошло столкновение, после чего БМВ врезался в дерево. В ДТП пострадал сам виновник аварии – водитель БМВ. Ему понадобилась помощь медиков. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можем также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24 теперь еще на Яндекс.ТВ, на Пирс.ТВ и в мобильном приложении СК-24. Там есть онлайн-трансляция телеканала и последние новости. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.